Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Markets, не забывайте также оставлять ваши комментарии, которые возможно касаются каких-нибудь финансовых активов, которые мы не рассматриваем, но готовы это обязательно сделать, потому что, как и всегда, стараемся прежде всего давать вам тот контент, который соответствует вашим запросам. Также напоминаю, друзья, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный telegram канал Markets, в котором также каждый день мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь. Ну что ж, в отличие от прошлых торговых сессий этой недели, текущий день полон на фундаментальные события. В 8.30 по GMT мы ждем блок данных по Европе. Это индексы деловой активности в производственном секторе ключевых страны ЕС и еврозоны в целом. Далее в 9.30 это индекс активности в сфере услуг Англии. На данный сектор британской экономики приходится почти 80 процентов экономического роста, поэтому я очень рассчитываю на то, что сегодня мы потенциально, получив слабые цифры, которые ожидаются по данной отрасли, можем увидеть еще одну волну распродаж британской валюты. Дальше фокус нашего внимания сместится уже на американскую сессию и статистику из США. В 13.30 по GMT выйдут данные по заказам товара длительного пользования. Кто-то считает, что именно данный отчет является одним из основных компонентов показателя ВВП. Я с этим частично согласен и в связи с этим могу вам также порекомендовать сегодня не игнорировать этот релиз, потому что такая статистика такого масштаба безусловно сейчас важна для нас, потому что мы хотим иметь четкое представление о состоянии американской экономики, потому что в конечном счете именно это восприятие того, что происходит в США, позволит нам конкретно придерживаться той или иной позиции относительно перспектив американской денежно-кредитной политики. И самый важный релиз текущей недели, соответственно, конечно же, торговой сессии. Это протоколы последнего заседания американского регулятора. Мы их увидим в 19.00 по GMT. Давайте обо всем по порядку. Напоминаю, друзья, то, что сейчас рынок крайне нервозный, очень подвержен настроениям, которые очень быстро меняются, особенно из-за ковидной темы в Китае. То участники рынка готовы делать ставку на рисковые инструменты, то все-таки прекрасно понимают, что мировая экономика еще окутана таким ореолом и над ней находятся мрачные тучи, соответственно, делают ставку на защитные активы. Я в таких условиях все же принял для себя решение пока сфокусироваться на тех инструментах, которые мне с точки зрения фундаментального фона сейчас более понятны. Напоминаю, что это рынок криптовалют, мы о биткоине, конечно же, поговорим. Индекс американского доллара и британская валюта, особенно в свете опубликованных на прошлой неделе слабых отчетов по рынку труда, в целом по экономике и представленного бюджетного плана. Индекс доллара сейчас 107 пунктов. Буквально вчера мы говорили о том, что американская валюта демонстрирует попытки вытащить себя все-таки хай прежним максимумом. Локальный хай был 107,5, но все-таки сейчас участники рынка снова, точнее покупатели, пропустили вперед продавцов и индекс доллара скорректировался в район 107 пунктов. Это не сильное, конечно же, падение, если говорить о том, что еще неделю назад мы видели котировки ниже 106 пунктов. Ну и в целом я ожидал, что без наличия серьезного фундаментального топлива покупатели вряд ли смогут сохранить и инициативу настолько, чтобы претендовать на новый локальный максимум. Сегодня как раз вот этот фундаментальный пробел будет заполнен, потому что у нас есть заказы на товары длительного пользования, если они нам не помогут, так же как и всем покупателям доллара, то будет еще ставка на протоколы последнего заседания американского регулятора. Что такое протокол? Это, по сути, повторение риторики Федрезерова во время прошлого заседания. И, насколько, наверное, вы помните, эта риторика была крайне жесткая, в частности, председатель ФРС Джерома Пауэлла дал понять, что ставка будет расти дальше, ставка будет расти потенциально даже более опережающими темпами, чем те оценки, которые присутствовали на рынке раньше. Потому что основная задача Федрезерва – это решить проблему высокой инфляции. Это ключевой ориентир для американского регулятора. И для того, чтобы выполнить эту задачу, ФРС готов допустить даже определенные экономические трудности в стране, в том числе экономическую рецессию. Ну, объективности ради отметим, что, несмотря на очень много мрачных прогнозов о том, что эта рецессия неизбежна, я пока не вижу такие весомые основания и условия того, что она прямо формируется. Ну, статистика подтверждает то, что не все так плохо. Поскольку Пауэлл продолжает придерживаться необходимости проведения более активного повышения процентных ставок, ну или, по крайней мере, сохранить прежние темпы, я думаю, что нам не стоит сейчас переживать, особенно еще и в свете последних комментариев прочих представителей американского регулятора. За две недели, друзья, их было очень много. Я, по сути, каждый день вам рассказывал о каком-то представителе ФРС, и они все как один подтверждали идею того, что ставку нужно повышать дальше. Вот буквально накануне глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Делли также дала понять, что ориентиром американского регулятора является ставка как минимум в 5%, потому что только лишь вот этот уровень является как минимум ограничивающим и тормозящим экономикой настолько, чтобы обуздать инфляцию. Сейчас ставка ФРС 4%, поэтому есть куда расти. Ждем декабрьское заседание, повышение как минимум на 50 байсных пунктов, и потом еще больше, чем на 50 байсных пунктов повышения на двух следующих заседаниях в феврале и, соответственно, марте. Ситуация с ковидом – это также фактор поддержки для доллара, потому что доллар – традиционный защитный актив. Goldman Sachs прогнозирует, что доллар ждет еще одна волна активных покупок, которая может начаться еще до заседания Федеризирова в декабре. Мы, конечно же, не против увидеть еще одну волну активных покупок, но я думаю, что если уж прям что-то интересное действительно произойдет, это, наверное, уже в декабре. Что касается нефти, 88,19 долларов за баррель. Сейчас участники рынка постепенно отходят от вот этого новостного вброса, который имел место быть в начале недели, когда якобы на рынке появилась информация о том, что Саудовская Аравия может увеличить объем нефти до обычной на 500 тысяч баррелей в сутки. Для того, чтобы компенсировать вступающие в силу, компенсировать нехватку предложения из-за эмбарго на поставки российских углеводородов, которые вступают в силу 5 декабря. Но потом эту информацию опровергли. Конечно же, странно, если бы страны ОПЕК сейчас увеличили объем нефтедобычи, буквально после того, как месяц назад они сообщили о том, что сокращают производство нефти на 2 миллиона баррелей. Это было в планах. В любом случае, друзья, я предлагаю вам не гадать, ждать уже заседание ОПЕК. Оно состоится 4 декабря, и там уже будет более-менее ясно. Но в целом, ковидная тема в Китае, как фактор снижения экономической активности, риск глубокого экономического спада в Китае и более низкого потребления углеводородов со стороны ведущего импортера нефти, это негативный фактор для нефти. Поэтому я думаю, что цены скорее при таком фундаменте могут сходить ниже. Но я от сделок по нефтянке сейчас и воздерживаюсь. По евро такая же ситуация. Пока что наблюдаю со стороны котировки 1.03.19. Ковидная тема – это как нежелание трейдеров рисковать. Да, на фактор негативный для европейской валюты. Также на рынках все чаще говорят о том, что Европейский Центральный Банк все же существенно замедлит темпы последующего повышения ставки. И 3%, которые буквально два месяца назад прогнозировал Европейский Центральный Банк, 3% по ключевой ставке мы уже не увидим. Также новость о том, что все-таки будут, скорее всего, введены нормы потребления газа для промышленных подприятий, которые потенциально могут начать отключать от газораспределительной сети в случае дефицита предложения. Но очень такой противоречивый фон, учитывая, что две недели назад мы слышали о том, что газовые хранилища практически на 100% заполнены. И здесь вот такие новости. Но, как я ранее говорил, не бывает дыма без огня. Друзья, нужно иметь в виду, что зима впереди, и как Европа пройдет генетический кризис, я не знаю, но думаю, что, скорее всего, с серьезными экономическими потерями, которые будут стоить европейской валюте ни одного процента. А вот по фунту я сохраняю короткую позицию после, как говорят трейдеры, панихиды. Джереми Ханта, министр финансов Англии, по поводу бюджета и будущего состояния британской экономики. Но с этим трудно не согласиться, учитывая, что экономику действительно похоронили, ожидая рецессию в начале следующего года. Спад на 1,5% в 2023 году. Очень сильный контраст с прогнозом, который ранее был озвучен, роста на 1,8%. Сегодня выйдут данные в 9.30 по индексу PMI сферы услуг. Прогноз снижения 48,8 до 48. Поэтому распродажи могут снова возобновиться. И рынок криптовалют, биткоин 16500. Чуть-чуть округлим. Я сторонник того, что тема FTX так и останется якорем для капитализации всей криптовалютной индустрии. И считаю, что 15 тысяч мы можем увидеть не когда-то там, а уже в прямом смысле в самые ближайшие торговые сессии. Особенно, если все-таки дойдет дело до банкротства. Генезис как основной темы последних дней. Это один из топовых представителей криптовалютных компаний с серьезной капитализацией. Ну и такими же серьезными долгами, которые сейчас измеряются уже миллиардами долларов. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok